Тверской театр драмы уже не первый год связывает тесная творческая дружба с Государственным Академическим Малым Театром. В прошлом году тверские актеры играли на московских подмостках пьесу Островского «Сердце не камень». Сейчас ответный визит. В Тверском драмтеатре гастроли Малого Театра, которым уже много лет руководит народный артист СССР Юрий Соломин. Он возглавляет этот театр, он очень хороший актер, он очень интересный режиссер. Но в нем есть какой-то особый порядочный человеческий долг по отношению театрального искусства. И то, что они сегодня здесь, этого много, потому что Юрий Мефоевич на это пошел и согласился. Поэтому я лично считаю, что это замечательное, большое, славное, порядочное событие. Возможность насладиться спектаклями Малого Театра у тверского зрителя будет вплоть до 19 апреля. 16 и 17 апреля артисты представят спектакль «Правда хорошо, а счастье лучше» по Александру Островскому. Один из наших самых титулованных спектаклей. Он был поставлен 10 лет назад. Перечислять награды этого спектакля просто бессмысленно, это заняло бы слишком много времени. И хотелось бы особо упомянуть, что в эти дни как раз исполнилось 190 лет со дня рождения Александра Николаевича Островского. Так что будем считать, что приезд «Правда хорошо» связан и с этим. Мудрость и юмор Островского переплетаются в постановке с мыслью о том, что каждый человек имеет способность стать абсолютно счастливым. Это и будут доносить до зрителя известные актеры, среди которых Виктор Низовой, Евгения Глушенко, Ольга Живакина и Василий Бочкарев. Я первый раз в Твери, сегодня утром был в Екатеринском монастыре, помолился. Потому что для меня встреча со зрителем, первый раз именно, так сказать, тверским зрителем, для меня это очень важно. Для меня очень важно тот контакт, который между актером и зрителем. Не так важен какой-то успех, понимаете, а когда я, если я сердцем найду эту волну, на которую можно было бы разговаривать со зрителем, это для меня счастье. Еще одна работа, которой актеры Малого театра собираются поразить тверетян – драма «Дети Ванюшина» по Сергею Найденову. Стоит отметить, что Тверь удостоилась своеобразного подарка. Этот спектакль – премьера Малого театра, которая впервые будет показана за пределами Москвы. Главный герой пьесы – человек, проживший большую жизнь и размышляющий о судьбе своих детей, о том, как они будут жить дальше с ним и без него. Он искренне заботится о детях, но, к сожалению, отклика в них не находит. Попытаться автора, автора вытащить, и вдруг оказывается, что он сейчас так современен. Вот этот распад семьи, который и сейчас у нас, к сожалению, эта проблема тоже наблюдается. Мы стараемся быть на уровне классиков, которых мы играем. Действие развернется на сцене театра драмы 18 и 19 апреля. В главных ролях – любимые и популярные актеры Борис Невзоров и Людмила Полякова. К слову, некоторые из артистов в Твери не впервые. Начиная с 2004 года, Малый театр уже в четвертый раз выступит в областной столице. Эти гастроли, по словам актеров, они очень ждали. А предстоящие встречи со зрителями называют не иначе, как встречу с горячо любимыми родственниками. Я не понимаю вот этого разделения на столицу и провинцию. Я даже не знаю, что я больше люблю. Я обожаю совершенно вот эти так называемые наши малые города. Пока мы проехали, я увидела, что Твери очень изменилась. Такие современные эти все здания, эти все хайтыки так называемые. Ну, дай бог, чтобы процветал город, дай бог, чтобы он процветал. Мостовые, чтобы починили, потому что пока мы сейчас доехали, это такие колдобины, жуткие совершенно. Елена Михайловна, Виталий Осипов, Рентовопилот. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова